Всем доброе утро, дорогие мои! С праздником вас, дорогие братья и сестры! Но сегодняшний утренний, будем говорить, второй же, первый-то я Кузьмича снял. И второй ролик тоже, получается, выходит на его тему. Вы знаете, это уже не первый раз, когда есть у меня такие подписчики, которые все время замечают, что почему-то мой кот Кузьмич грустный. Вы знаете, я его как-то хочу улыбаться, чтобы он вот так смеялся, чтобы он это самое, как дурачок. Чтобы вы знали, что ему весело живется, понимаете? Коты не умеют смеяться, понимаете? Поэтому я не знаю, какую подоплеку вы ищете там под этим, почему он такой грустный, я не знаю. Но живется ему неплохо. А вы знаете, что содержание одного кота домашнего, да? Если его нормально содержать, очень хорошие деньги. Вы просто посмотрите по интернету, сколько съедает в день, в месяц кот корма. От двух до четырех килограммов сухого корма. Здесь хороший сухой корм, а он плохой не кушает. От двухсот пятидесяти лир получается килограмм. Просто на корм даже, можно сказать, просто даже если на сухой корм, около тысячи лир в месяц уходит. Я уже не говорю о других деликатесах, которые тоже это. Он у меня живет, как он королю. Поэтому не переживайте. Не переживайте. Я еще раз хочу сказать. Но если вы хотите для него создать хорошее, лучшее, чем у меня условия, то я вам могу его отдать, конечно, отравя от своего сердца на временное содержание. Но чтобы каждый день вы видео снимали, как он хорошо кушает, какие выпадут самые. Поэтому не надо вот на это делать акцент. Я знаю, что вы всегда моих каких-то ищете подоплеку какую-то, понимаете. Какую-нибудь-то это, чтобы где-нибудь-то. Я же говорю, я один раз, по-моему, я говорил, что если кто-то захочет на меня компромат найти, то этот компромат будет только для того, чтобы меня возвысить, а не унизить. Я, наоборот, скрываю лучшее. Я не из тех, которые худшее выдают за лучшее. Я не из тех, понимаете. Вот я и в жизни такой был. Да, в жизни есть такие моменты, когда по внешним каким-то определяют человека. Я всегда был очень демократический человек, демократичный человек. Я до сих пор помню, когда у меня в первом браке я строил дом. Ну, квартира тоже была кооперативная, но и дом решил строить, участок получил в хорошем месте. Вот. И я купил, можно сказать, да за большие деньги. Вот. И у меня там целая ПМК работала на строительстве этого дома. И рабочая бригада работала. Их надо было кормить. Я еще успевал приезжать на обед домой, приготовить какую-нибудь еду хорошую. Термос у меня был армейский, короче, большой. Туда загружал, привозил и кормил это самое. И однажды они мне говорят, рабочие, что пускай ваша жена привезет на такси. Чего, говорит, вы, говорит, отрывается это самое. А что, говорит, или она, говорит, у вас вообще ее нет, что ли, у вас. Ну, я, короче, один раз решил, так же я приготовил. Ей даю этот, я говорю, вот такси, поезжай, короче, покорми это самое. А то, я говорю, не сомневаться начинает уже. Вот это самое, что ты у меня есть, я говорю. Вот только я тебя очень прошу, я говорю, лишнего не болтай. Просто, я говорю, покорми и уезжай, я говорю, все. Они посуду соберут и дадут. И, ну, она, короче, как говорится, сделала. Я вечером приехал, я говорю, ну, как, да, все, покормила, все, все. Я говорю, ничего лишнего не болтала там. Нет, все нормально. Ну, на следующий день приезжаю, рабочий уже как-то по-фигистски ко мне относится. Каким-то этим. Вот. Ну, что за ерунда такая? Раньше они чуть ли не по стойке смертной, они это самое. Вот. Вот, все говорили, где, как, что. А тут как-то это. Вот он, бригадир сказал, зачем вы, бригадир, вы умный мужик, зачем вы, говорит, отправили жену вчера? Я говорю, что? Тут она, говорит, такой наболтала, говорит. Я говорю, что наболтала? Ну, вот, говорит, люди спросили, говорит, сказали, говорит, у вас муж такой строгий, деловой. Она, говорит, сказала, говорит, да какой он нафиг деловой? Это он на людях вот так вот, вас он гоняет, короче, других. А дома он, как тихая мышь, он у меня дома и готовит, и стирает, и убирает. И вот ту еду тоже вот эту, тоже он приготовил. И мне это. И у них, говорит, уже уважение к вам, говорит, это. Мне пришлось эту бригаду полностью уволить. Понимаете, я же говорю, она даже, мы прожили тогда еще почти около трех лет было, она даже не знала, что я умею драться. Пока не столкнулась, один раз, когда мы по парку шли ночью, парк Гружба, сейчас живу, и не пришлось мне столкнуться, короче, с тремя хамами, да? Вот. И после этого она сказала, оказывается, говорит, ты зверь еще тот. Вот. Вот. Я вот такой человек, понимаете? Я не люблю вот такие вот эти. Я демократический человек дома и ко всем. И к животным, и ко всем. Это самое. Это, я же говорю, я не из тех, которые носят отрицательную маску. Для дома одно, а это для улицы. Нет, для... Я живу по принципу, который меня учили с детства. Раз и навсегда. Я с этим и умру. Мне говорили, мужчина настоящий должен быть на улице львом, а дома маленькой, тихой, мирной мышкой. Все. А сейчас наоборот. Дома он лев, блин, над беззащитными, над бессильными. А на улице он мышка. Нравятся вам такие? Живите с такими. Вот. Я никогда никого не обижал. Особенно ни домашних животных, ни домашних. Никогда. Никогда. Вот. Поэтому не надо на это делать акцент. Да, есть такое вот, которое люди говорят же, но все равно говорят, что львца воду не пьют. Вот. Иногда бывает, что, например, мужик, например, неопрятно как-то одет. Да, это, конечно, уже на его жену уже. Она его это. А бывает так, что мужик сам не любит вот так слишком пофорситься, одеваться. Бывает так, что, ну, женщина скромно любит это самое. Она ходит скромно, это самое. Думает, ой, блин, наверное, загнобила он бедолагу. Но это не так. Бывает так, что женщина улыбается, смеется. Она вся там это, дома ждет его. Дебил муж. Бывает такое? Бывает. Или бывает так, что мужик красиво, шикарно одетый, короче. А дома у него конченная стервая жена. Бывает такое? Бывает. Просто люди не выдают вот так вот наружу, да? А с животными это не так. Животный не может улыбаться. Я еще кота его не могу улыбаться научиться, понимаете? Поэтому вы каждый раз хотите что-то такое вот найти. Какой-нибудь там это самое. Вы найдите у тех, которые колпашут вас. Вот сейчас я вот посмотрел ролик, который блогеров, которые жили в Алане. Теперь они осваивают другие страны. Там уже людей начали это самое дурить. Вот их осваивают, это самое, осуждаете как-то это. Почему их вы не осуждаете? Вот. Я же говорю, вы привыкли, когда вам выдают живое за настоящее, понимаете? А настоящее вы не любите. Большинство холопское отношение к жизни. Холопы, понимаете? Рабское отношение. Вот все наши беды, тоже, вот, всякие вот, что вокруг нас происходит, это от того, что, от нашего холопского отношения к жизни. Потому что нам запрещают говорить. Рот нельзя открыть. Рот не сможешь открыть. Нельзя. Надо говорить, только хорошее, только этого хвалить. Даже если нас ограбили, этого человека хвалит. Нас заколбали, этого человека хвалит. А тот человек, который говорит это, его гнобит. У нас святимость становится после смерти. При жизни у нас, это вот в этом наша вся беда. Понимаете? Мы не ценим, когда человек живой. Живого человека мы не ценим. После его смерти начинаем поклоняться его могиле. Поклоняться его могиле, вспоминать его слова. Вот. Не надо искать этот самок. Живет кот, живет хорошо. Это мой кот. Я за него все это несу. И расходы, и все остальное. Вот. Поэтому я не собираю деньги на кошек, как наши делают здесь. Вот. Чуть ли не объявляют сбор денег на то лечение, на это лечение. Вот. Поэтому сам справляюсь. Иду, падаю, поднимаюсь, оттряхиваюсь, иду дальше. Вот. Кто-то из вас мне руку помощи подал, кроме одного человека. Вот, Мира, спасибо большое. Я, наверное, вас всю жизнь буду помнить. Вот. Я не видел, чтобы кто-нибудь это самое. Нет. Поэтому кот мой. Живет, живет. Вам... Я просто люблю его показывать. Мне его нравятся, его приколы. Вот. Так что, я думаю, многие, многие из людей не живут так, как живет мой кот. Понимаете? У него даже паспорт есть. Понимаете? Вот. И лучшим кормом питается. Красный икру кушает. Вот. Вот такие дела. Еще раз всех с праздником. Всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok